ребята всем привет мы находимся в великом новгороде на нашем объекте сейчас я вас познакомлю с ним вот хозяин дома его зовут сергей я обращаюсь к сергею потому что я сейчас пойду глядеть работу нашу и я уже залазил на чердак и увидел там некоторые скажем так и нюансы и недочеты и прошу вас чтобы вы тем людям которые делали заставить их доделать свою работу иначе будут проблемы потом у вас так вот у нас получается здесь что у нас на данном этапе обшивается лобовая доска она у нас немножко не прямая а сделанную под вискосом и потом уже будет арголитом зашиваться но я досмотрите наверх поднимусь и все это вам покажу вот а вы пока подписывайтесь подписывайтесь даже набрать круглую сумму вот а потом разыграть эти 20000 а то карман уже знаете греет и греет и греет и греет уже охота их потратить кому-нибудь подарить ну что-то как он мало 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 подписчика все мало мало растут я шучу все пойдемте итак пойдем наверх я вас потихонечку будут знакомить металл урал покрытие green code права биотехнология бтт все ангруб на 525 по 309 погонных метров намотка польский пальцы прокатный станок я даже похода не здоровьи с подписчиками илья у нас студент проходит практику давайте с другой стороны обойду что показать у нас модные нашивки студенту пока только не досталось но если вот практику пройдет пока просто на как просто можно какие-то ниткой вышить рифломастер написать так я сейчас что делаешь он нарезает элементы получает я иду делать эти сайты и планки ставить выставлять стран чтобы их потом устанавливать так а он сейчас их на нарежет и я заодно конечно великим как я сейчас залезу наверх гибочный станок бертич германия так себе станок короче поднимаемся дальше ветер снимаю телефон потому что камера у меня находится в ремонте на понедельник или во вторник отдадут давайте я пройду немного покажу что уже сделано вот эти элементы основная нормальный ракурс чтобы не отсвечивала ниоткуда отсюда свечивать не период ничего вот так смотрится подсветить наверно вот получилось здесь как замарал потом помочь дальше у нас тут будет капельник конденсатор спаять первая сетка вот и удосточный желоб галика элементы соединяются на внутреннюю рейку сейчас нам это покажемся здесь дальше получается будет выравниваться все это подшива и уже арголитом арголитом будет это все потом а в какой цвет а понятно но это скорее всего будет делать когда уже фасад сделать наверное да вот мембрана николевская вот на ощупь на ощупь я вам скажу так тысячи полторы тысячи полторы максимум наверно стоит она очень дешевая такая себе короче не знаю зачем люди на этом экономят я не знаю кстати вот стоит и рейка вот она такая рейка сейчас юра ставит планку одному-то неудобно зато распределение труда вводим угол можно в колодец разнуть освежиться Скоро у нас возможно появятся новые спецовки у всех нам магазин хочет безвозмездно подарить так ну ты пока давай поставим с ним как ты ставишь одну слишком близко и не фокусируется но потом с нормальной камеры приедем сюда и в нескольких местах проверить отлично получается сейчас предоставляет этого угла и кидаешь на элементы понятненько ладно а я пойду пока схожу на чердак и покажу заказчику сергею такие нюансы надо исправить планка выглядит вот такой формы значит пароизоляция тоже впервые вижу эту пароизоляцию называется она изобокс от технониколь а вот ни одни стыки вообще не проклеены вообще ни одни нигде не проклеено ничего не к стенкам не проклеена ни к чему вообще полный 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 ужас по прочности смотрите на прочности легким движением руки видите что это за плотность плотность говна все заклеивать сергей заказчик в эту доску надо снимать поддерживающие и все абсолютно все стыки проклеивать обязательно вот здесь проклеивать я понимаю что у вас тут вроде как ну может быть холодный чердак и все такое вот но если здесь будет теплее чем на улице то и у вас упадет дождик и это не связано с крышей это будет связано с конденсатом вот я могу пока ничего не проклеим ничего проклеивать это между досками вот здесь где видно это это неправильно надо снимать все снимать и все хорошо проклеивать вот так вот сергей тем более сколько я вижу скотч хороший скотч есть есть flex band есть multiband то есть скотч есть для того чтобы проклеивать эти вот все места где уголки это ведь все дырка смотрите видите это все дырка все дырка это на все заклеивать обязательно вот так внизу кончается тут пароизоляция интересно мне я сейчас найду вон там я вижу я вижу 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 как она кончается она кончается не проклейкой вот она просто прибита на степлере вот дырка вот дырка здесь то есть будущем у вас тут начнутся проблемы вот что то у нас александр кровли текет а мы придем залезем и вот эти ошибки вам все покажем и даже может вскроем часть когда и он будет весь мокрый так что вот так вот ну что пойдемте теперь вылезем на крышу так как факро 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 залепили факро установщики залепили свои стыки с пароизоляции они молодцы все должно быть проклеено едем дальше дальше смотрите крышу кровлю у нас извините за ветер кровля в средней сложности есть получается три яндовы то есть это многоскатная кровля здесь вот вентилируемый конек там будет вентилируемый конек в принципе везде коньки будут вентилируемые кроме вот этих вот двух вот здесь вот этого конька одного вентилируемого центра хватит а вот так что вот так вот смотрите что это вот что видите это минвата это минвата это скорее всего от бензопилы масло а когда от бензопилы масло и бензин попадают на мембрану мембрана разрушается и перестает работать вот так вот ну вот это конечно вообще не дело это халтура это халтура здесь должно быть все заклеено потому что есть вероятность что через вен конек может заметать какое-то количество снега ну и соответственно мочить утеплите так что еще мембрана пятислойная дельта пентакс вот у нас илья проходит практику шестой день да я ну как тебе саму нравится жестянка крыша или ты еще не понял есть разница колледж и реальный объект а когда крыша закончишь полностью и увидишь рассказать продукт твоих рук еще больше загоришься сейчас я сделает еще один элемент и пойдем вставить это речки они уже есть нагнуты тоже да весь процесс но вот на готовый элемент уже можно посмотреть принципе немножко пыльный запыливается но это ерунда все это всякие опилки потом все протереть протерется и быстро красиво сказал что не давил палец а ну не задарю до конца да 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 важный момент чтобы сильно не придавливала да потом как бы знаешь зажатое не равномерно получается ну как бы чуть 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 полукройно получается да да ну ничего страшного что практика практика да 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 нюансы тысячи нюансов которые надо учитывать элемента готова загнуть планки 1 2 готова итак себе выбрать а фамилийте посмотреть рейку там по факту да вот речка внутренняя ладно я пойду наверх обойду пока что пошел как раз к вам подойду так и вот мы были на крышу посмотрим какие крыши мембрана пока прижата досками чтобы ветром не снесло здесь поставить как я уже сказал капельник конденсата лишнее отрежется проклеится потом будет сетка потом будет восточная система галика силовая планка и сама планка но я сюда буду приезжать 200 километров от питера и постараюсь поэтапно все снимать сейчас они получается делать это подшива красиво принесли конечно законченный вид когда будет уже дом готов полностью фасад готов подшива вся будет готова полностью это бы совсем другой вид надо юрий сказать что техники безопасности не хватает на этих лесах и надо усилить эти леса в любом случае вот здесь они пойдут еще обшивать вот они сделали как раз таки здесь наберет эти колобашки для фанеры оставить сюда фанеры выведут за который металл уже будет ну и пойдемте к ним мембрана конечно да и настилена она настилена кстати она не вот так как полагается да стерена вот так то есть если нормально мембрана стериться вот так вот полосками кстати тоже должна быть проклеена чтобы ветер не сбивает на голос здесь нормально нормально постели не но вот не вижу если склейка почему проклеивать стыки этой мембраны чтобы ветер который будет заходить сюда и попадал в перехлёст мембран вот чтобы ветер холодный не попадал между мембраной и утеплителем вот так вот на конце брусе тоже сэкономили ну ладно пойдемте к ребятам я думаю в конечном итоге все сделает все сделает вот пароизоляцию то все проклеит соответственно хорошо и проблем быть не должно с этим всем я даже не знаю откуда через фотографировать потому что не те ракурсы если ракурсов есть такое видео поэтому мы будем смотреть только видео пока месть в инстаграме фоточек пока не будет вот такой оттуда сделаем может найти найдем каким тракусы интересные вот так вот мы пойдемте посмотрим сейчас я поставить поздно пришел все уже сделаю где-то ходил где-то гулял там все рассматривал все вообще 100 приехал денег давай так я успел так я поджал все поджимается тогда не клещи красный подать надо речку раздвинуть так так помогать не я чуть-чуть надо разогнуть а у самого элемента ты сразу вставляешь сюда и сразу с рейкой вставляет на место правильно именно так получается меня увидел легче но не знаю зачем вымерять сразу в одну всовываешь и сразу с 1 рейка ставишь ее зачем она тогда как бы перегибается лишний раз так все сразу четко получается готово опа есть на месте сходил бы в автомобиль и принес бы три опыта чтобы сразу против да и сразу чистенько все было может знаешь это чуть-чуть туда вверх а я вы знаешь ли я могу дыречка вы пошире бы сделал чтобы можно было очень фиксировать не так плотничком становилось все обожмется потом как раз видишь схема какого что получше будет именно такой схеме она как бы в рейке в распор идет мокрое тряпка нет вот и вон все в ванне есть там на улице так следующее сейчас что ты его послал да значит я приеду к желобу элементы протерли сразу чистенько чистенько потому что ребер жесткости много ну ладно пойду я пофотографирующим найду ракусы какие-нибудь красивые и поеду наверно домой 7 часов не позвонил субботу я так и не выстал а это и и и и и и и ну да но это и водный фальчик и силовое линия а если бы не было бы это линии бы то фалдела бы если бы не было жесткости отлично потому что такое дело хитрое как раз он илья может сразу по кругу везде там видим протереть сразу мне тоже нравится мне тоже нравится в данном случае объем на рейках или кассета прикольные стены будут прямо линейный будет какой-то карниз и оба панель удобства чем ставить они просто не кинут на пол до подхватили там ну замечательно не надо вот эти задоры закрывать там вылавливать миллиметры то есть сразу как бы вот за счет этой полки это придумал я немножко не так давай сделаем так так будет удобно всем всем красиво жека придумать что-нибудь гораздо придумать она знаешь еще и сделать так ну а я пойду может быть они какой-нибудь ракурсы интересные красивые итак вот мы прошлись по объекту показал вам все что сделал на данном этапе вот сергею заказчику тоже показал на эти нюансы которые надо устранить иначе будут проблемы следующий раз я сюда приеду когда ребята потому что приезжать сюда снимать как ставить капельник конденсат и как ставить эту перфорацию нету смысла вот поэтому при тогда уже когда будет ставить водосточную систему галика у нас еще и и на канале не было поэтому будет радость будет по круглого течения так что все увидите ориентировочно это наверно конец недели сегодня воскресенье в следующем воскресенье наверно будет ролик про восточную систему галика так что так все пока будьте здоровы